Уважаемые участники, я еще раз прошу прощения за то, что наша встреча так немножко по техническим причинам сдвинулась. Начну с того, что представлюсь. Зовут меня Федорова Юлия Александровна. Я практикующий психолог, детский психолог, кандидат наук, доцент. Я темой конфликтологии уже занимаюсь много лет и хотела бы сегодня с вами обсудить такую тему, как конфликты в образовательной среде. Поговорить о том, что такое конфликты. Ну и хотела бы, конечно же, пригласить вас к такому конструктивному диалогу, потому что тема, я думаю, понятная для всех и актуальная. Часто ли вы вообще встречаетесь с конфликтами в образовательной среде? Все ли, кто здесь присутствует, работают в системе образования и хотелось бы понять все-таки больше в системе дошкольного образования, школьного образования или высшего образования? Один плюсик, если в системе дошкольного, два школьного и три высшего, чтобы я немножко понимала, с кем мы здесь сегодня встречаемся. Школа, высшее образование. Отлично. Спасибо вам большое. Вижу, что больше все-таки школьных педагогов, но есть и дополнительное образование, и образование дошкольное, и образование высшего. Хорошо. Ну, немножко расскажу о структуре нашей сегодняшней встречи. Вначале поговорим о вообще, что такое конфликты и конфликты, как стоит структурировать, как понимать природу конфликта, кто является участниками. А потом уже сделаем акцент именно на тех конфликтах, которые относятся именно к средеобразовательный, педагог, ученик, родитель, ученик и так далее. Первый вопрос, который я хотела бы, наверное, обсудить, это что такое конфликт. И попытаться начать с того, что немножко развеять или не развеять такие стереотипы. Вы можете ответить мне на вопрос, конфликт это хорошо или плохо, плюс или минус, конфликт это хорошо, вы стараетесь быть в конфликте, вступать в конфликт. Вообще, что такое конфликт в этом случае? Плохо, плюс-минус, то есть и хорошо, и плохо, и плюс, и зависит от результата. Это очень важный ответ, конечно. Для нас в конфликте важен результат, для чего мы конфликтуем. Тут мне очень нравится, что появились мнения в большей части плюс и минус, потому что, когда мы говорим о конфликте, если перенести еще из советских времен, существует большое количество стереотипов о том, что конфликт это плохо, конфликтовать это плохо, быть конфликтной личностью это плохо. Когда говорят, он конфликтует, это все время есть оценка негатива. Этому есть исторический аспект. Например, если мы посмотрим в систему Советского Союза, то там, где процветает коммуна, где процветает больше общность, то конфликт, который помогает отстаивать больше индивидуальность, даже плюсы появились, отлично, то это и есть такой негативный оттенок. Если говорить об определении, конфликт от латинского означает столкновение. Это столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, точек зрения, взглядов. И они могут разрушить систему взаимоотношений, могут вызвать глубокое стрессовое состояние и недовлетворенность своей работы. Вообще, когда возникают конфликты в любой организации, в любой структуре, с которой мы сталкиваемся, на мой взгляд, это хорошо. Вот конфликт можно сравнить с болью, с маркером. Можно сравнить с чем-то, что дает нам знать. Для чего в организме нужна боль? Нам кажется, болит плохо. Когда болит, надо сразу же лечить. Но если посмотреть более масштабно, то когда что-то болит, это значит, что в этой точке существует какое-то искажение, какой-то разрыв. Что-то происходит не так. Значит, здесь именно сейчас нужно уделить этому внимание. Нужно сейчас посмотреть, что там. Может быть, там появилось... Сейчас что-то у нас высказано. Меня слышно? Я вернулась? Да, спасибо. То есть, когда возникает ситуация конфликта, мы тоже самое должны смотреть. Не когда конфликт – это плохо. А когда есть конфликт, значит, что-то здесь сейчас не очень хорошо работает. Если есть конфликт в семье, значит, сутружеские взаимоотношения столкнулись с интересами. Если есть конфликт в школе, значит, есть проблемы и причины, связанные или с администрированием, или с возрастными особенностями, или с личностью конкретного человека, неудовлетворенностью потребностей. Поэтому, если рассматривать конфликт немножко в другой концепции, то есть конфликт как яркий маркер того, что здесь что-то происходит не так, что здесь столкнулись какие-то интересы, столкнулись какие-то неудовлетворенные потребности, то тогда конфликт больше несет знак плюс, чем минус. Ну, безусловно, есть и отрицательные воздействия. Также в определении можно сказать, что конфликт – это отсутствие согласия между двумя и более сторонами, такой более мягкий вариант, который возникает при несовместимых взглядах, позициях, интересах. То есть мы всегда видим, что есть что-то, я бы сказала, в более таком глобальном масштабе, потребность какая-то, есть что-то, что нужно и одному, и другому. Часто слышу, говорят, вот я не конфликтую, а со мной все конфликтуют. Да? Такое может быть? Нет, такого быть не может. Если ты конфликтуешь, если тебя это задевает, значит, есть что-то, что и для тебя важно и значимо. То есть каждый человек, который вступает в конфликт, вступает для чего-то. И тогда мы смотрим с позиции себя. Это если в основе. Давайте мы немножко посмотрим, из чего состоит конфликт. Из чего состоит это конфликтное взаимодействие. Есть один участник-оппонент, есть другой участник-оппонент этого конфликта. У них часто бывают группы поддержки, которые на их стороне. У них есть стратегии и тактики, которые они применяют. Но самое главное, у них есть мотивы. У них есть мотивы, и одному, и другому очень важно, чтобы эти мотивы были удовлетворены. И есть всегда предмет конфликта, тот самый объект, за который происходит это противодействие. Предмет конфликта – это такое яблоко раздора. Это такое яблоко раздора, которое необходимо и первому оппоненту, и второму оппоненту. Но при этом, видите, один нарисован красненьким, другим синеньким. Каждый видит этот объект по-своему. То есть образ конфликтной ситуации у каждого оппонента возникает свой. И поэтому часто можно разделить пополам, что один оппонент видит именно вот эту часть, другой оппонент только эту часть. В таком формате мы видим, что структура конфликта состоит из двух участников. Всегда есть среда, в которой происходит это взаимодействие. Если участники отдалены друг от друга, то есть среда какая-то невербальная. Ну, например, это может быть киберпространство. Это может быть, например, мессенджеры ВКонтакте, Инстаграм, социальные сети, где тоже протекают конфликты. Сегодня у нас больше возможностей для соприкосновения. С одной стороны, у нас есть такая глобальная сеть. А с другой стороны, эта глобальная сеть стирает некоторые особенности коммуникации. И получается, что люди, когда общаются в социальной сети, например, они конфликтуют немножко по-другому. Там есть безнаказанность, там есть общедоступность, там есть инкогнито. То есть возможность делать это опосредованно. И конфликты чаще бывают более жесткие. Мы должны понимать, что если мы рассматриваем конфликт как просто его завершение, например, с точки зрения, если применить административные меры для разрешения конфликта, то есть очень много последствий, которые такие негативные. Во-первых, это внешнее объяснение вместо понимания ситуации. Особенно это касается с детьми. Когда мы детям деспотично говорим, что все, мы не конфликтуем, ты этого не делаешь, и не объясняем, не даем понимания ситуации, то происходит то, что есть такая внешняя картинка и внутреннее противоречие. Формальное разрешение ситуации. В конфликте очень важно понимать две разных составляющих. Есть разрешение ситуации, а есть завершение ситуации. Так же, как и есть разрешение конфликта, и есть завершение конфликта. Вот когда мы говорим о завершении конфликта, мы можем, в принципе, столкнуться с тем, что конфликт как будто исчез. Если учитель сказал детям, что больше вы не конфликтуете, рассадил их по углам и объяснил им, что к чему и как. Я вижу, что звука нет у многих, или это так единичная ситуация, потому что увидела несколько раз. Слышно? Спасибо большое. Если, например, административно завершать конфликт, то происходит следующее. Конфликт выходит на следующий уровень, на следующий этап и снова начинает развиваться. Например, в классе два мальчика подрались. Учитель, не выясняя, им сказал, все, разбегаемся, и чтобы я вас больше не видела. Конфликт завершился, по сути. Это очень быстрый способ, но он очень формальный. От него не будет результата. Точнее, не будет результат, но временный. Потому что внутренние противоречия, которые были, не разрешились. А главное, не разрешилась причина. Вот когда мы говорим о конфликте, очень важно ответить для себя на вопрос. Особенно, если ты участник конфликта. Для чего я вступаю в это противоборство? Потому что не всегда, а часто вообще не видно, почему я конфликтую. Почему, например, какая-то колкая фраза от учеников-подростков вызывает у меня такое раздражение? Почему их невоспитанность так меня тревожит? Или почему я сегодня села в автобус, и когда меня толкнул какой-то непонятный человек, я вдруг на это вскипела, хотя обычно очень спокойно. И вопрос ведь не в том, с какими людьми я встречаюсь. Вопрос в том, почему меня это задевает. Что это откликается во мне, и как это происходит внутри меня. И то же самое касается конфликтов, в которых мы выступаем в качестве таких медиаторов. Мы пытаемся примирить. Если дети ссорятся, просто сказать им, ребят, вы не правы, давайте мы больше не будем продолжать этот конфликт. Будет иметь действие, но результат будет немножко другой. То есть через какое-то время они снова вернутся к своему противоречию, и конфликт может быть более глубокий. Очень важно поэтому разрешать конфликт, искать причину, почему так сложилось, что дети указались, например, в конфликтной ситуации. Решение принято извне, я уже озвучила, которое не принимается самими участниками. Очень важно, чтобы участники конфликта согласились или понимали, что это их решение. Закрепление ярлыков, клеймения, когда мы на определенных людей выставим такое клеймо, что ты конфликтная личность, и ты конфликтуешь всегда. Ты всегда так себя ведешь, и чем с тобой разговаривать. Когда мы не разрешаем конфликты, мы снимаем ответственность участников за их решение. Это как, когда мы принимаем решение за кого-то и говорим, что вот вы делаете то-то или делаете так, мы тем самым не учим самостоятельности и не даем им возможности найти выхода из ситуации. В следующий раз они тоже не будут ее решать и придут кому-то за решение. Если не разрешается конфликт и не устраняется причина, то нет раскаяния обидчика и понимания чувства жертвы. Не принимается ни одно, ни другое, ни другая сторона. Не происходит заглаживание вреда, то есть такая компенсация ресурсов, компенсация потерь, что тоже очень важно. Ну и реальные интересы участников, они не вскрываются и не учитываются. Все это говорит о том, что если мы конфликт не разрешаем, а просто завершаем, ставя такую точку, что вот здесь мы больше не конфликтуем, то результат потом очень чреват снова эскалации. Эскалация – это острое развитие конфликта, когда участники открыто вступают в противоборство и совершают действия, в которых они причиняют вред друг другу. И эти действия все более и более сильные. В эскалации одно из таких неприятных явлений – это сужение психики и сужение сознания. Это так называемое формирование образа врага. Когда мы понимаем, что, например, человек, который нам причинил обиду, он сразу нам становится виден как абсолютно негативный. У нас происходит так называемая в психологии поляризация. Мы видим только плохое. Мы видим только все, что он сделал, только специально для того, чтобы сделать нам еще более больно, для того, чтобы причинить нам вред. Мы забываем все то, что было хорошее, а главное, в процессе вот этой эскалации конфликта мы вычленяем те моменты, которые позволяют нам собрать цепочку негативных эмоций. Вспоминается, было такое, что когда даже какие-то очень хорошие взаимоотношения сразу выстраиваются в формате такой негативных взаимоотношений, только потому что мы с этим человеком поссорились, и у нас с ним конфликт, и с этим человеком, и мы не видим дальнейшей перспективы взаимодействия. Поэтому нежелательно допускать конфликт до высокой эскалации, потому что в эскалации мы тратим очень много сил и ресурсов, и выходя из этой ситуации, у нас очень большой ущерб несут оба участника. Вот что касается последствий. Какие чаще всего бывают потребности участников в конфликте, чего участники конфликта обычно хотят? Восстановить чувство собственной безопасности. Это безусловно, потому что конфликтная ситуация чувство безопасности очень сильно подрывает. Получить возмещение ущерба, вложенные, потраченные ресурсы, оскорбления, которые получены от другой стороны. Это все необходимое, это жаждовое возмещение. Получить ответы на вопросы, почему данная ситуация произошла именно со мной. Проанализировать. Изложить свою точку зрения на происходящее, например. Ответить, как я это вижу. Потому что часто конфликт бывает не из-за того, что есть действительно реальные противоречия, а есть больше разное видение, разное понимание. Представим ситуацию, когда два человека смотрят на один и тот же корабль с двух маяков, находящихся на расстоянии 10 километров. Один видит правый борт корабля, другой левый борт корабля. Для одного он движется вправо, для другого влево, приближаясь к порту. И, в общем-то, достаточное изложение своей точки зрения на происходящее для того, чтобы прийти к пониманию того, что, может быть, часто это одно и то же. Убедиться, что никто не будет мстить. Опять же, про безопасность. Часто хочется конфиденциального разрешения конфликта, не хочется публичности. Особенно в детской среде очень важно сохранение лица и вообще возможности контактировать, потому что ребенок еще не умеет с этим справляться. Избавление от клеймения, отвержения, стремление вернуться в общество, потому что в детской среде намного большее значение имеет именно нахождение в коллективе. Взрослый может поменять работу, взрослый может поменять окружение. Намного легче, чем ребенок. С ребенком тут все сложнее. Исправление ситуации, стремление не стать врагами, сохранить мир, ну и желание донести до другой стороны свое мнение, свою позицию. Тут это уже немножко так про это проговорило. Какие же могут встречаться конфликты? Вот основные типы конфликтов можно сформулировать в виде четырех позиций. Это внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, внутригрупповой и межгрупповой конфликт. Вообще, единицей конфликта мы считаем межличностный конфликт. Конфликт между двумя людьми, которые имеют какие-то неразрешимые противоречия. Про внутриличностный конфликт можно сказать, что он очень похож по структуре на межличностный, только внутри нас вступают противоречия разной подструктуры личности. И по такому, наверное, опыту и представлению других авторов могу сказать, что внутриличностный конфликт часто является причиной межличностных конфликтов. Какое-то внутреннее противоречие, внутреннее недовольство собой, внутренний конфликт, который развивается между двумя структурами личности, выводит на конфликт межличностный. Ну, например, есть представление о структуре личности по Фрейду, все его знаете, Фрейд достаточно популярен, и вот на нем быстренько расскажу, чтобы было понятно, что имеется в виду про внутриличностный конфликт. Ит, эго, суперэго – три подструктуры, которые активно взаимодействуют. И если мы посмотрим, то Ит – это желание, это инстинкты, это то наше «хочу» такое, природное животное. А суперэго – это социальное и такое морализированное, одобряемое и так далее. Вот если мы посмотрим, то каждое утро у нас такой маленький конфликт случается. Я хочу поспать, я хочу отдыха, я хочу свободы, но надо пойти на работу, надо заниматься делами, надо отводить детей в садик, в школу, надо что-то делать, то, что требует общество. В целом, этот конфликт каждый день разрешается. Мы принимаем для себя важные решения, выдвигая какие-то потребности на первый план, какие-то потребности отодвигая на второй. Но может случиться так, что в какой-то момент мы не сможем договориться сами с собой, и наше желание и отдыхать, и желание идти на работу будут, наоборот, не желание, не идти на работу, отдыхать, и наоборот, зарабатывать деньги, делать то, что нужно, войдут в конфликт. Что тогда получится? Ну, тогда мы приходим на работу, и нам ничего не хочется, нам все плохо, и нам все не нравится, нас все раздражает. И тогда мы берем отпуск, мы едем отдыхать, и мы четыре дня сидим с переживанием, они сдала ли я отчет, они сделала ли я что-то, и вообще, как я могу отдыхать, когда у меня еще две программы не написаны, и когда еще куча всего. И получается, что ни в одно, ни в другое состояние мы войти не можем, конфликт развивается, и мы становимся раздраженными, нам становится некомфортно, и нам становится плохо. И тогда, на мой взгляд, вот именно из этой позиции, изнутриличностного конфликта можно часто оказаться в межличностном конфликте, когда две такие личности встречаются. Вот. Внутригрупповой конфликт, это конфликт внутри группы, обычно там есть инициаторы конфликта, но по сути основа является межличностной. Ну и межгрупповой конфликт, это конфликт уже между несколькими группами, их интересы. Какие конфликты чаще всего, с какие линии конфликтов чаще всего мы можем увидеть в образовательной среде? Участники. Кто может быть участником конфликта в образовании? Ну вот здесь я обозначаю учитель, но в целом можем говорить педагог, воспитатель, то есть тот, кто занимается образовательной функцией, воспитывающий. Тут есть такие три линии, зелененькие, учитель, ученик и родитель. Этот конфликт, он немножко такой опосредованный, он не прямо в образовательной среде происходит, он происходит немножко за линией, но его последствия мы часто видим, потому что если конфликт в семье, то это очень сильно сказывается на развитии ребенка, на его эмоциональное состояние, на его адаптацию к окружающей среде и так далее. Конфликт ученик-учитель. Это конфликт сложный, потому что это конфликт не на равных. Одно из важных условий вообще, когда человек вступает в конфликт и конфликтуют, это понимание равности позиций. Вот здесь у меня на картинке видно, что учитель явно занимает более высокую позицию в герархии, и здесь конфликт протекает не совсем открыто, не совсем напрямую. Конфликт ученик-ученик, очень частые конфликты и частое направление участников. Тут нужно понимать, что большое значение имеет возрастная группа и возрастные особенности. Ну, например, психологам известно, что пик детской агрессивности это 10-12 лет, и потом он еще проявляется в подростковом возрасте достаточно высоко, когда происходит перестройка всех когнитивных эмоциональных процессов. Если мы возьмем 10-12 лет, то конфликтов в этой среде по статистике должно быть больше. И понимать, что это возраст конфликтный, и понимать, что в эти возрастные особенности само взаимодействие в группе происходит немножко по-другому, нежели чем, например, в том же самом подростковом возрасте. Если для подростка важно одобрение группы, то для младшего, ну, там, конец, младшего, начало средней школы, для ребенка очень важно быть в группе лучших. И здесь большую роль все еще играет педагог, а если начальная школа, то даже большую роль играет педагог. И здесь то, как педагог отзывается о тех или иных учениках, будет играть роль на конфликтности. Ну, например, если учитель говорит, вы знаете, Петя плохой, с ним дружить не надо, то это будет поводом, например, для того же самого сейчас такого обсуждаемого буллинга. Ну, а в подростковой среде происходит немножко другая линия конфликтов между учениками. Это распределение в референтные значимые группы, выбор лидеров и так далее, принятие или непринятие. Ну, и опять же, аутсайдеры, лидеры это тоже значение имеет. Здесь роль учителя как в большей части, как медиатора, как посредника того, кто поможет урегулировать и создать ту самую безопасную среду. Учитель, администрация. Ну, такая, наверное, меньшая зона конфликта, но тем не менее, может быть, наверное, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, если скажу, что это скрытые конфликты. Потому что здесь тоже есть некая иерархия, и открыто учитель вступает в конфронтацию с администрацией только в том случае, если его интересы сильно задеты. Ну, например, приведу пример ситуации. Учитель, опаздывая на 10 минут на занятия, приходит на урок и в коридоре ждут ученики и директор школы. Директор школы при учениках делает замечание, говоря, что вы себе позволяете, как вы себя ведете, почему вы опаздываете. Как себя чувствует учитель? Конечно же, это, во-первых, больно бьет по его социальному статусу, это неприемлемо в взаимоотношении с учениками, и так делать при учениках не очень хорошо. Учитель проводит занятия, приходит в кабинет директору и говорит, что вы себе позволяете, почему вы так себя ведете, тем более мы с вами договаривались, что из-за того, что я живу в другой части города, я не успеваю приехать вовремя. Директор отвечает, что извините, но это ваши проблемы, решайте их как хотите. Явно открытый конфликт, который на каком-то этапе может перейти в скрытый. Например, если учитель затаит обиду и не пойдет разбираться, то потом он просто будет не вовремя сдавать отчеты, например. Или еще делать, совершать какие-то мелкие действия, а обида существует. Сложный вариант конфликта. Ну и последняя линия это конфликты родителей, учителей. Этих конфликтов сейчас становится больше. Разные, не знаю, согласитесь, может быть, возразите. На мой взгляд, здесь проблема в разном распределении функционала. Сейчас очень за много чего в воспитании ребенка отвечает родитель, и эта ответственность, которая возлагается сегодня на родителей, она не подкреплена ничем. По крайней мере, в советский период были пионеры, которые, пионерия там октября-то комсомольца, где линии воспитания были четко прослежены. Как воспитывать сегодня и кого воспитывать сегодня такой сложный вопрос. и родители опираются больше на какой-то свой собственный опыт, свои собственные представления. Много работают, зарабатывают деньги. А на учителя, на котором очень много, как мне кажется, сегодня бюрократии, сама работаю преподавателем, и знаю, что содержательно давать столько материала, сколько хотелось бы, и прорабатывать те навыки и умения, которые нужно было бы очень сложно. И поэтому вот эти два разных лагеря, главным интересом которого является ученик. Вот в этом взаимодействии родитель-учитель, ученик будет объектом конфликта чаще всего, это меры, которые на него оказываются, и как он себя ведет в той или иной ситуации. Вот эти линии, которые основные, ключевые в образовательной среде. Какие же ученые конфликты называют среди именно педагогических коллективов? Три основных группы, это конфликты деятельности, невыполнение учебных заданий, плохая успеваемость, невыполнение требований учебной деятельности. Мы будем рассматривать конфликт учитель-ученик и конфликт большей части ученик-ученик, то есть две линии. Конфликты поведения, когда ребенок нарушает поведение в школе, на уроках, вне школы, ну и конфликты отношений. Это нарушение эмоциональных отношений в сфере общения, ну и в сфере педагогической деятельности. Например, выражается или ведет себя, плохо контактирует, не отвечает на вопросы, отказывается вступать в коммуникацию и так далее. Вот, ну давайте пример рассмотрим. Урок английского языка. При проверке домашнего задания преподаватель не познакомил учащихся со своими требованиями, попросил ответить тему наизусть. Одна ученица сказала, что раньше им разрешали пересказывать текст свободно, а не наизусть. И за пересказ получила три. Девочка пришла с невыполненным заданием, была хорошей ученицей, и ей поставили на следующий день еще и два. Потом девочка пыталась сорвать занятия, подговорить участников, и по просьбе учителя дети вернулись в класс, но задания отказались выполнять. То есть вот здесь в принципе такой пример уже конфликта межличностного, который переходит в конфликт между личностью и группой. Здесь нельзя найти виноватого или правого с одной стороны, потому что смотрите, какая есть потребность. потребность это как раз, если мы вернемся на слайд назад, это как раз конфликт деятельности. То есть новый педагог не объяснил условия деятельности. Кстати, в конфликте учитель-ученик большая часть ответственности лежит на учителе, потому что он взрослый, и потому что у него больше полномочий, у него больше пользы. Поэтому в данном случае виние конфликта выстроилась именно потому, что педагог недостаточно четко разъяснил свои требования. И вместо того, чтобы разрешать конфликтную ситуацию с одним учеником, у нас уже через три дня как лавина произошла эскалация конфликта, и у нас получился конфликт практически между учителем и группой, между учителем и классом. Такой конфликт будет уже становиться сложнее. Если на первом этапе, когда была поставлена низкая оценка и неправильно понятые условия, можно было, например, вступить в переговоры и переговорить, девочка бы объяснила, как она готовит домашние задания, и для нее важна была поценка, учитель бы объяснил, какие требования, и они бы договорились о том, как можно было исправить, например, тройку. Для ребенка это может быть очень важно, что она очень хорошо учится, а у нее там впервые появилась тройка. Также в особенности конфликтов можно, как раз я начала об этом немножко говорить, отметить, что ответственность инициатива в разрешении принадлежит учителю. Ребенок в сферу своих еще низких, низкой социальной зрелости он не умеет, и у него еще нет образцов стратегии поведения в таких ситуациях. И как раз через взаимодействие он их будет приобретать, и у него будет возможность потом, в следующий раз в этих ситуациях уже отрабатывать новые тактики. Потому что мы не всегда умеем выйти из конфликтной ситуации по одной простой причине. У нас одна узкая стратегия. Сейчас чуть дальше буду говорить о стратегиях, попробуйте ответить на вопрос, какие стратегии вы видите у себя, и используете ли вы их разнообразно, или вы всегда действуете в рамках какой-то одной стратегии. Ну и вот второе, это как раз ошибка может порождать новые конфликты, в которых будут включаться ученики, и конфликт в педагогической деятельности. Всегда легче предупредить, чем успешно разрешить, потому что он очень лавинообразен. И так как дети очень эмоционально лобильные, они очень быстро включаются в эмоции, в переживания, они не всегда могут себя защитить обычным диалоговым способом, высказав свои претензии, тем более, если их этому не учили дома, если они об этом мало чего знают, то переходят часто в процесс смущения, и такая обида переходит в агрессию. Это тоже нужно понимать и помнить. Ну, по видам конфликтов можно разделить организационные, это конфликты, связанные с функционированием системы, правильным временем расставления уроков, с временем отдыха, временем рабочего графика. Это учебные конфликты, в которых связаны с содержанием учебной деятельности, организации учебной деятельности. Методические конфликты, связанные с именно применением той или иной методики, технологии, работав с данными учениками. Конфликты личностные и конфликты коммуникативные. Вообще, нужно понимать, что педагогическая среда, она такая очень специфичная в чем? для конфликтологов. Специфичная в том, что деловые и личные отношения там достаточно сильно пересекаются. Вообще, все конфликты можно разделить на деловые и личные. Конфликты, связанные с профессиональной деятельностью и конфликты, связанные с межличностным общением, взаимодействием, отношениями и так далее. А так как в образовательной среде часто присутствует ребенок, в том числе и в системе высшего образования, могу сказать, что студенты еще тоже практически дети, то получается такая история, что выстраивать чисто деловые отношения с ребенком трудно. И поэтому у нас часто включаются еще и межличностные отношения. Чтобы не говорили учебники о безоценочном, обезличенном взаимодействии, не знаю, у меня в этом жизни очень сложно получается, потому что все равно есть какая-то внутренняя симпатия или антипатия, хотя стараюсь профессиональной деятельности это не демонстрировать и работать со всеми одинаково, но все мы люди и личностный фактор тоже включается, когда мы большое количество времени проводим в этой сфере, педагогическая деятельность требует много сил и времени, то получается такая история, что личное и деловое пересекается, а тогда очень сложно разделить конфликт личностный или деловой, потому что его разрешение должно пойти немножко по другой схеме. Еще один пример, учитель математики задержал класс, учащиеся опоздали на урок физики, учитель физики высказал свое уникодование учителю математики, при том, если он сделал еще и прилюдное, это будет явно конфликтная ситуация, ну и там зашел разговор как раз на тему их предметов, чей предмет считать более нужным, более важным и чей предмет значимый. Вот тоже до конфликта интересов, на самом деле это конфликт распределения времени, это организационный конфликт, если есть определенное понимание того, в какое время чей урок, то независимо от значимости он идет 45 минут, если нет проблем с организацией, с функционированием этой системы, вот в этом конфликте я бы прежде всего в качестве медиатора задавала вопрос администрации, возможно ли задерживать на одном уроке в пользу другого, потому что это может сместить расписание до получаса, до часа, вот, тоже такое направление к конфликтам. Ну и как же эти конфликты урегулировать? Наша вторая часть такого вообще не оставшийся кусочек, я хочу все-таки уделить рецептам тому, как лучше конфликтную ситуацию разрешать и как мы это делаем. Вот зависимости это стратегия Томаса Килмана, они достаточно распространены в психологии, вот можете посмотреть, здесь есть два направления, это направление интересов другого человека и направление моих собственных интересов, мои я, и, соответственно, пять стратегий соревнования, сотрудничество, компромисс, самая любимая стратегия, когда говорят про конфликт, давайте придем к компромиссу, я компромисс не люблю, сейчас поясню почему. Избегание и приспособление. Избегание хороший вариант, когда мы отказываемся оба от того, чтобы этим ресурсом обладать. Второе, к соревнованиям, это я добиваюсь цели, я всегда делаю то, что мне нужно, и в конфликте я достигаю того, чего я хочу. Мне все равно, что происходит со вторым человеком, мне важны мои результаты. Приспособление. Я отказываюсь от своих интересов в пользу другого, мне важнее сохранить, например, с ним отношения, или цель для меня не важна, я готов уступить. поэтому я отказываюсь от своих интересов и перехожу к другим. Вот компромисс, он, с одной стороны, это серединка, но с другой стороны, это вот если посмотреть, что посерединке мы чуть-чуть отказываемся от чего-то важного и чего-то важного. То есть компромисс, это ведь не нахождение чего-то общего, а отказ каждого из участников от чего-то значимого. Вот и получается, что если, например, мы решаем с другом на какой фильм пойти, а я жду выход этой мелодрамы уже полгода, то компромиссом будет пойти на что-нибудь еще, ну, пойти вместе в кино. И в этом случае мы не сможем договориться, потому что компромисс будет для меня очень неудачным. Ну, или, например, если у нас остался какой-то очень важный последний ресурс, которым мы должны бороться, и я половину откажусь, и он половину откажется. Но в каком случае возможен вариант как компромисс. И сотрудничество, когда я и мой партнер находим общие точки соприкосновения и приходим к варианту, когда и мои потребности удовлетворены, и партнеры по взаимодействию удовлетворены. Сложный вариант, потому что много времени не отнимаем. Вот. Что мы можем тут сказать? Я немножко, можно, если я вернусь к вам, посмотрите на такую картинку, представьте, что сейчас вы такое красивое сочное яблоко, которое висит на дереве, поспело и созрело, и к вам приближается червячок. И червячок вам говорит, яблоко, яблоко, а я тебя сейчас съем. Попробуйте ответить, какая первая мысль приходит вам в голову в ответ этого червячка. червячок, червячок, яблочко, яблочко, я тебя съем. А вы такой красивый, замечательный красный яблочко. Ответите? Яблоко, яблоко, я тебя съем. Зачем? А ты что тут делаешь? Попробуй. Съешь другое. Отлично. С какой стати? Иди отсюда, только попробуй. Посмотрите, те, кто еще отвечает, отвечайте. И здесь уже сразу же, ага, сейчас, отлично, Светлана Александровна, у вас прям стратегия явно соревнования. И даже в этом ответе, в маленькой простой детской игрушке проявляется стратегия вашего появления. Если есть что-то такое с угрозой, сейчас как упаду на тебя, раздавлю, с какой стати, иди отсюда, это соревнование, это конкуренция, это такая уверенное нападение. И, скорее всего, чаще всего вы в конфликтах ведете себя именно так. Вы отстаиваете свои цели, добиваетесь своих результатов. А если есть такой переход во что-то другое, зачем тебе мне есть, иди там, сходи к другому, вон, посмотри, какая там красивая груша висит, о чем тебе яблоко есть. Это избегание или я там закрываю глаза и ничего не вижу, нет, нет, никакого червяка и он исчез и так далее. Это избегание. Если вы говорите что-то, ну хорошо, откуси половинку, остальное оставить моим любимым хозяевам или давай мы с тобой договоримся, или давай мы посмотрим, что тут можно сделать, то это компромисс. Если мы говорим, нет, нет, я уже совсем невкусная, если мы говорим, такая видна у меня доля тяжкая, ешь. Ну, кстати, среди наших участников я тут практически не увидела такого ответа, там, съешь меня, жертвы среди участников вебинара практически нет, те, кто готов сразу приспосабливаться и отступать от своих интересов и отказываться от того, что им хочется. Ну, и либо вариант сотрудничества, посмотри, на земле есть упавшие яблоки, ты их ешь, они вкусные, и я остаюсь. У меня, я при своих интересах, ты при своих интересах, давай договариваться. А сотрудничество в том, что и ты свои потребности удовлетворяешь, ты становишься сытым, и я свои потребности удовлетворяю в том, что я стою целым. То есть, я не съеден, червяк сыт. Вот, ну, либо какие-то другие еще варианты, можно тоже рассматривать. То есть, каждый получает удовлетворение своей потребности. Спасибо вам за активность. Движемся дальше. Как раз по типам поведения в конфликте, давайте немножко поговорим поподробнее о них и начнем с соперничества. Соперник Павел Юрьевич, у нас времени еще сколько? Подскажите, чтобы я примерно ориентировалась. 15-20 минут у нас еще есть. Как у нас там по времени? Спасибо. Соперничество – это высокая оценка личных интересов, низкая интереса соперника. Это такой силовой метод решения проблемы. Я добиваюсь, чего хочу. Когда он эффективен? В критических ситуациях, когда угрожают жизни, здоровью, когда угрожают благополучию участников конфликта, при защите интересов какого-то дела, от посягательства со стороны личности другой, при угрозе существования организации, при угрозе существования коллектива. Этот метод часто такой лидер использует, активные люди. Второй стиль – это избегание, стремление уйти от конфликта. Используется и эффективен именно тогда, когда предмет конфликта не имеет какого-то значения. Если мы выясняем, какую программу посмотреть по телевизору, например, то тогда избегание нормально. Или мы решаем, например, на какой спектакль пойти в театр с классом, то это тоже можно выбрать избегание, отказавшись вообще от похода в театр, если никак не можем договориться. Не так страшно, пойдем в кино на что-нибудь другое, вообще полностью отказавшись от театра. Или вообще никуда не пойдем, если договориться не можем. Уступчивость, ну или приспособление, это стремление уйти от конфликта, и здесь как раз уступка в пользу другого. Тут часто используют, если не важна цепь, то, чего я хочу достигнуть, но очень важны отношения, я хочу сохранить отношения, тогда выбираю уступку. В семейных конфликтах часто встречается, хотя зарубежные авторы говорят наоборот, мне кажется, в российской ментальности все-таки на уступку чаще идут мужчины, чем женщины, например, для того, чтобы не накалять страсть. То есть мне легче отказаться от какого-нибудь интереса его доказывая, нежели чем отстаивать и вступать в соперничество. Компромисс, такая взаимная уступка, когда нет времени достаточно для сотрудничества и когда нам нужно решить проблему быстро и когда мы понимаем, что что-то не сверхзначимое, не сверхважное. И последнее это сотрудничество, высокий уровень направленности на собственные интересы, на интересы соперника. Очень хороший способ для эффективного решения конфликтной ситуации, но есть ограничения, он трудоемкий, для того, чтобы решить, что важно, для того, чтобы решить, о чем договориться, тут нужно потратить очень много сил и ресурсов. Ну, например, если в том примере, который я рассказывала, что мы с другом, например, идем куда-нибудь в кино, то для того, чтобы найти что-то соответствующее моим и его интересам, да, или ее интересам, мы должны будем перелопатить кучу афиш, посмотреть сюжеты, договориться, что нам нравится, и в конце концов я вообще не уверена, что захочется идти в кино. Но это будет сотрудничество. Что важно в сотрудничестве? В сотрудничестве есть компоненты, которые имеют значение. Это принятие ответственности за происходящий офис обеими сторонами, в том числе принятие, прежде всего, ответственности каждого на себя. Только вы ответственны за результаты своих отношений с другими людьми. Нельзя говорить, что, ну и не стоит говорить, что со мной рядом плохие люди или со мной рядом конфликтные люди, все из-за них. Посмотреть надо на себя, прежде всего. Если ваше поведение не дает результата, то значит не виноваты другие. Тоже компонент такой важный, да. Не стоит ожидать, что окружающие изменятся или станут другими. Можете измениться вы и можете изменить свое отношение к тому, что происходит. Часто клиенты приходят с запросом поменяйте мне кого-нибудь, поменяйте мне окружение, поменяйте мне мужа, поменяйте мне ребенка. Я хочу, чтобы мне было с ними комфортно. Можете измениться только вы. Только вы знаете свои потребности и отвечаете за их удовлетворение. Это про недосказанность. Если вы выбираете сотрудничество и договариваются о решении конфликта, не забывайте рассказать, что вам нужно, что вам важно, какие у вас потребности. Если вы ждете, что кто-то предоставит вам возможность отдыхать, так заявите об этой возможности. Скажите, что я устал, мне нужен отдых и я не могу больше так работать и давайте подумаем, как можно этот вопрос решить. А пока мы просто ждем, что кто-то догадается о том, что происходит и что мы устали. Наша потребность растет, а наша недовлетворенность тоже растет, наша конфликтность тоже растет. Второй компонент это умение слышать и слушать. Такая хорошая коммуникация. Оно заинтересованное отношение к собеседнику, умение задавать вопросы, прояснять. Про барьеры коммуникации можно говорить отдельно. Людям трудно понять друг друга, даже будучи 24 часа вместе, потому что есть разные ценности, установки, мировоззрение, понимание. Нужно разъяснять и задавать вопросы. Правильно ли я понял, что? Ну и получать ответы на свои вопросы. Вы удивитесь, как часто вас не понимают, вы удивитесь, как часто вас не слышат. Следующий компонент это формулировать собственное предложение. Точно определять для себя, что нужно. Если вы сами не знаете, что нужно, никто не догадается, что вам нужно. Убедиться, что ваше предложение или требование предусматривает что-то одно, что оно не противоречиво само по себе, что то, о чем вы говорите, это про однозначную четкую цель, которую видит тот, с кем вы вступаете в конфликт. Предложение делайте предельно конкретно. Я хочу, чтобы вы привели ребенка в 8.30. С этого момента можно уже более конструктивно выстраивать взаимодействие. Притом, заметьте, я хочу, не вы должны привести ребенка вовремя. Две фразы, я хочу, чтобы вы привели ребенка в 8.30 и вы должны привести ребенка вовремя. Не факт, что ваше вовремя совпало, не факт, что тот, с кем вы разговаривает, чувствует себя чем-то должным и вообще, что ему комфортно, когда вы меняете чувство долга. Маленькая фраза, но создает больше конфликтности. Ну, например, для Ирины Сергеевны первый год ее работы оказался нелегким. Преподаватель работал в соседнем классе, частенько отпускал ее от рисков колкости в присутствии других учителей. Ну, среди школьного коллектива, это внутри коллектива не такое частое, но тоже возможно, такой, так называемый эффект моббинга, который сейчас тоже распространенный, это возможность самоутвердиться за счет другого человека, и здесь такой немножко даже может быть эффект травли. Какие варианты ответа тут могли бы быть в данном случае у Ирины Сергеевны в нашем примере? Ну, например, я обратила внимание на ваши комментарии в отношении моих отношений с классом. Татология, конечно, но я обращение и очень неконфликт меня. Меня очень смущает то, что вы делаете в присутствии наших коллег. Опять, меня смущает не обращение к той личности, а рассказ о своих ощущениях, своих чувствах. Ну, либо предложение о сотрудничестве. Я бы хотела обсуждать такие проблемы с глазу на глаз. Мы можем задержаться и поговорить. Вот такие обращения будут чаще всего эффективнее, чем просто обиды, демонстрации, молчаливые бойкоты и так далее. То есть, когда человек открыто заявляет о своих намерениях, притом в мягкой форме, а не в форме претензии, я обратила внимание, меня смущает, я бы хотела и предлагает какое-то разрешение. Еще из компонентов сотрудничества это правильное восприятие критики. Мы часто очень болезненно относимся к критике, ограничить ущерб. То есть, все, что говорит человек, не стопроцентный факт, это его мнение. Его еще нужно проверить, отсеять, профильтровать. Не принимайте все сразу близко к сердцу, дайте возможность почувствовать. Уточняйте, когда слышите обобщающие фразы, это вообще один из самых сильных конфликтогенов. Вы никогда вы всегда все мужики, все бабы, то есть, это такое обобщение, которое сразу выдает причастие какому-то большому кругу людей. И если мы с этим кругом людей сразу же причастны, то вроде как-то должны себя вести таким же образом. Разделяйте, снижайте этот градус обобщения. Вы имеете ввиду конкретно меня и так далее. Высказывайте конструктивные предположения для того, чтобы прояснить. Часто человек говорит какую-то фразу, ой, да вы никогда не приходите вовремя. Попробуйте разъяснить. Мне кажется, что вы сейчас хотите сказать, что я очень часто опаздываю. Полно невероятно, что человек просто откажется от своих идей, он не готов к конструктивному, ему нравятся вот такие подстегивания. Ну, может сказать, я понял суть ваших возражений и прочитаю действовать по-своему. Вы услышали, вы подтвердили. Ну, или используйте паузу. Хороший вариант, когда у нас нет готового решения. Я вас услышу, я вас понял. Давайте мне подумать, мне нужно принять решение или хорошо, сейчас я услышал, что вы мне хотели сказать, давайте продолжим разговор чуть позже. Это даст возможность остудиться вам и остудиться вашему партнеру. Что у нас можно порекомендовать в конфликтах ученик? Ну, во-первых, рекомендация это правильно описывать поведение учеников, говорить больше по факту, не навешивать ярлыков, избегать субъективных оценок, составлять конкретные, а не общие описания, где часто что делал ученик. Например, сравните два высказывания. Миша такой упрямый, он ужасно себя ведет на уроке. Или Миша сегодня на уроке математики отказался выполнять задание и бросил тетрадь на обо. Это такая позиция взрослого и позиция родителя безоценочное осуждение. Первое сразу же вызывает либо сопротивление, либо подстройку под, либо подстройку на... Не провоцируйте ни родителя, ни ребенка на конфликт. Разговаривайте на равных, разговаривайте с позицией нейтралитета. Миша сегодня на уроке отказался делать. Вы не сказали нехорошо это, неплохо, вы не вешали ярлыков, вы не давали субъективных оценок, как ужасно я к этому отношусь. Для дальнейшего конструктивного разрешения противоречия. Второй пункт определять мотив, что хочет ребенок. Вот чаще всего дети хотят что-то из этих четырех пунктов. Либо привлечь внимание, либо отопестить, либо продемонстрировать возможность власти, либо избежать неудачи, спрятаться от какой-то неприятной ситуации. Выбираем метод, которым действует. Это вы либо быстрый, прямо здесь и сейчас, либо соответствующий проступку для того, чтобы мы могли его проработать. Ну, продолжаем формировать самоуважение. А самоуважение формируется, когда ощущает свою состоятельность в учебной деятельности. То, что он все может. Не то, что он не способный или не готовый. Какие-то строят приемлемые отношения. У него есть возможность реабилитации. И вносит свой вклад в жизнь класса и школы. Каким был он не был плохим учеником, каким был он не был конфликтом и не раздражал класс и учителя. У него есть польза и возможность этой пользы для него будет конструктивной. Это даст возможность ему сформировать самоуважение и быть более эффективным. Смотрите на него с точки зрения ресурса, а не с точки зрения ущерба. Что мы можем от него получить, что он может вырастить себе. Что мы еще можем порекомендовать? Кратко сообщить о трудностях. Опять же, пример. Ваш сын постоянно выводит меня из себя. Прямо хочется рассказать, это ваша проблема. Или Вова не выполнил задание и выбежал из класса, когда я сделала ему замечание. Опять факты. Нету своего собственного ущерба и я не претендую на оценку у ребенка. Отписывайте всегда конкретное поведение. Ребенок, например, Сережа постоянно не готов к уроку рисования. Постоянно это сколько раз? Или ребенок не старается и не делает нормально домашние задания. Что значит стараться и как делать нормально? Сережа вторую неделю подряд забывает принести альбом и краски. Так попроще. Проясняйте проблему. Например, очень хочется понять. Поясните. Давайте обратную связь. Если я правильно вас поняла, вы считаете вот так. Предполагайте вопросы, а может быть так что? Могли бы вы рассказать о том, например, как он вел себя в последней неделе или чувствовал себя? Всегда подводите итоги. Как я поняла, вас беспокоит вот это. Обсуждайте совместные действия. Я думаю, что в этой ситуации можно предложить следующее. Как вы считаете? Поддерживать родителей в их намерении принять решение. Вот серия назидательства никогда не работает. Если учитель говорит родителю, ой, ваш мальчик такой бестолковый, бестолковый, что с ним делать? Я не знаю, вы с него дом воспитываете или нет? Родитель чувствует себя в позиции ребенка. Ему не хочется вот если мы, Берна, вспомним родитель, взрослый ребенок. Ребенок, он плачет, капризничает и жалуется. А родитель, он назидает. Вот если вы будете назидать, морализировать, учить, оценивать действия ребенка, то тогда что получается? Второй наш участник, родитель, например, или тот же самый ученик, сразу встает в позицию маленького. Я маленький, меня воспитывают, я маленький, я ничего не буду делать, я не буду принимать решения. А вот если вы его поставите в позицию взрослого и будете разговаривать с позицией взрослого, дадите ему шанс на реабилитацию, дадите ему шанс на принятие решений, нанесение ответственности за то, что он делает. И поддержите родителей в том, что они все хорошо делают, им просто не хватило какого-то ресурса, будет здорово. Ну и какие схемы беседы? Рад вас видеть, поддержка, да, восстановление диалога, хотела бы обсудить с вами. Он вчера сделал то-то, что вы думаете? Монолог, например. Из разговора я поняла, я буду помогать, давайте сделаем вот это. И как вы это видите? Ну, то есть, такой разговор всегда в мягком формате поддержки. Думаю, у нас с вами все получится. Ему нужно только немного помочь. Ну и вот, обобщив все то, что я сказала, еще с пять минут вашего времени с вашего разрешения займу, расскажу немножко о техниках бесконфликтного общения. Не употребляйте конфликтогены. Это те слова, которые раздражают. Обобщение, приведение к какому-то общему стандарту, опять же, про всех говорила, если вы слышите какой-то конфликтоген, старайтесь не отвечать на него конфликтоген. Проявляйте эмпатию, сопереживание, сочувствие к обидчику. Почему он так себя ведет, что он чувствует? Разъясняйте то, что вы хотели сказать. Поясняйте свои слова. Дайте оппоненту выпустить пар. Если человек очень эмоционально напряжен, он взведен, он в состоянии аффекта, дайте ему выговориться. Это снизит интенсивность напряжения. Не давайте оценок. Говорите о чувствах. Я считаю, я чувствую, я вижу, я ощущаю. Дайте партнеру сохранить лицо. Не оскорбляйте, не унижайте, не выводите на какие-то личностные характеристики. Ведь личность исправить практически невозможно. Если вы мне сейчас скажете, что я бестолковая, то что я с этим должна делать? Жить как-то, да? То есть у меня нет шансов на реабилитацию. Слушайте активно, придерживайтесь позиции на равных взрослых-взрослых. Не бойтесь извиняться, если чувствуете вину. Это дает очень хороший ресурс, особенно для детей, когда они видят, что взрослый готов сказать, что он признает свою вину, и они тоже готовы это делать. Ну и не характеризуйте состояние оппонента. Вот фразы «Успокойся, не нервничай, мне кажется, ты какой-то сегодня злой». Это запрещенная для конфликтологов фраза. Они еще больше заводят. Ну и высказываться от своего собственного имени. Говорить о фактах, когда ты сказал, что я плохо выгляжу, я заплакал. О чувствах. Я чувствую. Я чувствую обиду, когда ты опаздываешь на занятия. Мне очень больно. Мысли. Я думаю, я предполагаю, мне кажется, я думаю, что ты меня не любишь, и что тебе для меня нет дела, или я думаю, что ты не хочешь со мной общаться, мне так кажется. Желание. Я очень хочу попросить, чтобы ты чаще готовил домашнее задание. Намерение. Я собираюсь. Я собираюсь дать вам еще одно задание, но очень переживаю, что вы с ним не справитесь. Я буду требовать определенные условия соблюдать, потому что так надо. Или я не буду. То есть чаще всего, чаще говорить от себя. Я высказываю. Вот, уважаемые коллеги, хотелось бы, если у вас есть вопросы, получить их, ну и какую-то обратную связь, потому что основную часть такого своего выступления на сегодня я озвучила. и о том, о чем хотелось проговорить, вроде как бы проговорила. Скажите, есть ли у вас вопросы и, может быть, что-то осталось непонятным и, может быть, какие-то мнения буду рада услышать. Спасибо вам. Спасибо за участие. Спасибо, что подождали наши технические средства связи. во вкладке «Вопросы». Где можно скачать вебинар? Это вопрос к вам, Павел Юрьевич. Всем терпения и силы. Я бы сказала, наверное, немножко по-другому, Ирина Вячеславовна. Всем понимание себя, спокойствие и мира в душе. Для того, чтобы конфликты не вызывали у нас такой глубокий, искренний отклик, и чтобы мы на них не, по-подростковому, не зацеплялись, не заморачивались. Почему, когда человек начинает конфликтовать, ответить улыбкой доброго желания конфликтовать отпадает? А потому что вы не срабатываете в его сценарии. Он пришел для того, чтобы получить эмоции. Он пришел для того, чтобы получить свою энергию. Когда вы ему в ответ улыбаетесь, вы показываете ему, что это... Что вы не готовы работать по его сценарию, вы ломаете ему матрицу. Вот. Спасибо. Насколько активно стремится педагогическое сообщество использовать я высказывания? Трудно ответить. Не могу ответить на этот вопрос, если честно. Мне кажется, что мы потихоньку растем в этом направлении. Но я сейчас больше в психологическом сообществе. Хотя педагоги, они тоже открыты, и им часто не хватает просто знаний в этой области. Знания в области психологии общения, которая, ну, в университетском, в школьных курсах, видимо, недостаточно объемная. Каких-то простых приемов и техник, потому что мы выгораем, никуда от этого не деться. Часто, организовывая школьный коллектив, нам трудно сохранять ту же самую позицию взрослые-взрослые, трудно не морализировать, не оценивать и так далее, если у нас каждый день в нашем пункте обязательная программа. Но я верю, что все будет замечательно. Спасибо. А если внешне идешь на компромисс, а внутри не можешь смириться, расстраиваешься? Это внутриличностный конфликт, Ирина Леонидовна. Это получается, что вы, как бы, с одной стороны соглашаетесь на компромисс, а ваше противоречие остается, и вы тогда ссоритесь сами с собой. Одна ваша часть говорит, давай согласимся, а другая ваша часть говорит, что мы сделали, нам так плохо. И такой-то самая конфликтная среда, инертная, не понимающая, не признающая своих ошибок. Вот сейчас вы употребили конфликт-агент, сообщив, что все педагоги самая конфликтная среда. И если педагогов, которых это заденет, вам ответят, то будет конфликт. Но на самом деле педагоги все разные, так же, как и психологи. Вот видите, уже пошли ответы, не согласны. Если сказать, что в педагогической среде много конфликтов, и я часто с ними встречаюсь, и они зависят от разных факторов, наверное, будет более конструктивно, как считаете. И не все педагоги не признают своих ошибок. Многие из них очень чувствительны и эмпатичны. Видите, ошибочное мнение, не согласны. Конфликтогены мы употреблять умеем хорошо. Больше вопросов не вижу. Если что-то пропустила, попростите, старалась в клиенте увидеть курс по конфликтологии. Хорошую идею, над этим надо подумать. Спасибо, Марина Пень. Согласна, что есть какие-то направления в этом. Но опять же, позиции разные. Родители видят по-своему, педагоги видят по-своему. Я одновременно иногда встречаюсь и с воспитателями детских садов, и с родителями, которые в детский сад отправляют своих детей. Это две разных абсолютно стороны. и у тех, у других есть аргументы, с которыми я могу согласиться, с которыми я не согласна, искажения есть. И конфликт у них видится очень по-разному. И у каждого есть своя правда, на которую они соглашаются. Воспитатель говорит, она в варежке не может вовремя принести ребенку. Мама говорит, она на моего ребенка не пойми, что надевает, какие-то соседские варежки надевает. Просто разные взгляды, разные точки зрения. Спасибо вам большое. Павел Юрьевич, мы можем завершать. Постаралась ответить на вопросы. Спасибо за вашу активность.